Но, как говорится, нет худа без добра. Снежная зима – это настоящий подарок для любителей зимних видов спорта. В Твери в минувшие выходные прошел региональный этап всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Традиционно на трассу вышли тысячи спортсменов, среди которых были как просто любители здорового образа жизни, так и те, кто ставит перед собой самые высокие цели. В этом году на старт в столице Верхней Волжи вышли 4500 лыжников. Приветствия участникам, организаторам и гостям самого массового спортивного события Тверской области направил губернатор Игорь Руденя. Более 40 лет это яркое, масштабное событие объединяет спортсменов, профессионалов и любителей спорта по всей России. Участники соревнований из года в год демонстрируют, насколько важны для людей разных возрастов ценности активного и здорового образа жизни. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. «Лыжня России» – это по сути многоуровневое состязание. Перед забегами, состоявшимися в субботу, в районах прошли муниципальные этапы. Поэтому не будет преувеличением сказать, что в нынешнем году данные соревнования в Тверской области объединили порядка 10 тысяч человек. Среди них были и те, кто встал на лыжи впервые за многие годы. «Последний раз катался в школе. Так что сейчас очень интересно, захватывающе. Мы участвуем. Мама, папа, я, спортивная семья. Решил попробовать. Интересно». Почетными гостями регионального этапа стали мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам, участница чемпионата мира Ольга Михайлова, президент региональной общественной организации Олимпийский совет Тверской области Богдан Пищальников, двукратный серебряный призер Олимпийских игр погреблено каноэ Виктор Денисов, а также заслуженные тренеры России по лыжным гонкам Александр Смирнов и Ирина Непряева. Воспитанница последней Ангелина Витина стала победительницей одного из забегов. «Готовились к этим соревнованиям. В принципе, все прошло хорошо, как и надо было. Но транс, правда, не очень». «Она чуть-чуть не выполнила кандидата мастера спорта. В прошлом году это наша воспитанница, нашей школы, вернее, Балаговской школы она воспитанница. Сейчас КШОР-1 тренируется. Мы надеемся, что у нее будут успехи, минимум мастер спорта». В ходе нынешних соревнований традиционно прошли забеги на 1, 2,5 и 5 километров для разных возрастных групп. На дистанцию также вышли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Стоит также отметить, что в этом году самому младшему из зарегистрировавшихся участников соревнований всего 2,5 года, а самому старшему – 82.